Он не волшебник, он только учится. Для Кирилла Шишлова это первый выход на сцену Центра детского технического творчества «Новация». Сегодня здесь прошла презентация двух комнат, отвечающих запросам будущего в образовании юных дарований. Спустя 25 лет профессиональному иллюзионисту Олегу Миткову удалось добиться открытия собственной студии детского магического театра. Я вообще считаю, что из этого сейчас может получиться очень интересная вещь. Может получиться маленький камерный зал, здесь могут проходить концерты каких-то приезжих фокусников. Я хотел бы это проводить, мне хотелось бы сделать этот зал рабочим. Воспитанники Миткова – неоднократные победители и призеры всероссийских и международных чемпионатов волшебников. По словам руководителя театра за 5-6 лет кропотливой работы фокусником может стать любой, но при этом важно заболеть магией. Я хочу быть очень известным, чтобы меня уважали все, ценили, чтобы знали еще все. О всемирной славе мечтают и другие воспитанники Центра. Илья Смиркин, например, хочет стать программистом и создать робота. Сейчас проводит исследования, как электрические колебания можно преобразовать в звуковые. Я сделала наглядную схему, которая показывает, как звуковые колебания преобразуются, то есть электрические колебания преобразуются в звуковые. Вот, смотрите. Звук проходит через интергральную схему и попадает в динамик. И как бы вот звучит. Эта новая лаборатория естественно-научных опытов открыта для учеников, которым недостаточно знаний из школьной программы. Уникальные конструкторы помогают юным ученым наглядно освоить законы физики и химии. С помощью этих конструкторов дети уже чисто практически начинают собирать какие-то модели, конструировать из этих моделей, какие-то ситуации разыгрываются. То есть дети в игре, они приходят к тому, что, ну, наверное, к первым своим научным открытиям. На приобретение оборудования Центру инновации от муниципалитета было выделено более 500 тысяч рублей. Благодаря инициативности и таланту педагогов Центра теперь здесь создана современная среда, в которой одаренные дети нашего города могут получить все необходимые условия для своего развития. Нина Сардейская, Сергей Коликов, РТВ Иваново.